Всем привет! С вами снова я, Марина Морловка. Я пью груши и сидр с видом на самую известную, наверное, в России тюрьму. Это питерская тюрьма Кресты. Находится она недалеко, так она удобно, так скажем, расположена недалеко от финляндского вокзала и памятника Ленина на броневике. И тут рядом, напротив тюрьмы, я обратила внимание, что чаще всего напротив тюрьмы располагается очень уютный скверик с лавочками, скамеечками, мусорками и подстриженными кустиками. Уютный скверик рядом с тюрягой есть в городе Александров. Уютный скверик напротив тюряги есть в Сергиевом посаде. Ну и, естественно, по традиции напротив тюряги в Питере тоже уютный скверик. Вот, это как бы вот так вот людям назидание, что будет с ними, где они могут очтиться, если будут плохо себя вести. Вот. Мне хотелось, конечно же, попасть внутрь, но только не сесть, естественно, а мне хотелось посмотреть на здание изнутри. Я слышала, что туда как-то люди попадали, вот, я читала об этом на Дзене, но оказывается, как и в особняк Демидова, в усадьбу Демидова, невозможно попасть с улицы вообще, потому что она находится глубоко во дворах, а все дворы закрыты, вот, очень крепко воротами-железными, их никак не отжать и никак туда не пролезть, не перелезть, даже мне. Вот, а тут тем более никак не пролезть, не перелезть, потому что огромная килтичная стена, и она идет по всему периметру. Вот. А сегодня уже пятница, вечер уже восемь часов, и когда я сюда приехала, было уже семь часов. Я ехала от Выборга стоя, потому что я, как сказать, я уже разбаловалась, я привыкла, что от Жиронограда-то электрички до Москвы ходят каждые 10 минут, и я думаю, что везде так, собственно. Я думала, что и от Выборга до Питера каждые 10 минут, но нифига подобного, ничего подобного вообще. Электричка там ходит редко, раз в ласточка где-то раз в час, и она набита просто битком людьми. Это было что-то с чем-то, то есть я ехала стоя, пока в итоге какой-то неславянской внешности парень мне не уступил место, и я села и просто вырубилась. Вот настолько я устала, я просто отрубилась, и проснулась уже от того, что другой уже парень начал песни петь. Вот песнопение в электричках, это всегда такое. Вот. А мне еще ехать в Стрельну, но мне очень хотелось посмотреть на тюрягу кресты. Уж настолько она популярная, что мне просто, ну прям, очень хотелось на нее посмотреть. А также мне хотелось посмотреть на финляндский вокзал, потому что давным-давно, много-много лет назад, мне даже сложно сориентироваться, сколько лет назад, больше 20 лет назад, мы с подругой решили забомжевать в Питере. Потому что я очень сильно поссорилась со своей мамой. Вот. И вообще я себя почувствовала, ну я просто почувствовала, что я не нужна своей семье, что я не нужна своей стране, и своему городу я тоже не нужна. Вот. И как бы я это все прекрасно осознала, и я решила уехать в Питер и забомжевать. В Питере, недалеко от финляндского вокзала, около станции Пискаревка, где Пискаревское кладбище. Там были пятиэтажки, у них были открыты подвалы, и в подвале вполне возможно, можно было забомжевать, что мы, собственно, и сделали. Ну, правда, там были другие люди, которые тоже хотели побомжевать в подвале. В общем, конкуренция на бомжевание в питерских подвалах была уже в то время очень велика. В общем, ну мы пробомжевали недели-две. Ничего я хочу сказать, ну так, норм, зато мы денег не платили ни за что. Конечно, очень сильно бомжевание портили менты, которые в итоге меня забрали в ментуру и мою подругу. И хотели нас даже привлечь в забродяжничество, но все обошлось. Вот. Менты еще хотели меня склонить к половым контактам, но я не согласилась. И тоже все обошлось. Утром нас отпустили, типа, побыстрее на улицу. И сказали, что мы вас, типа, задержали на ночь ментуру, чтобы с вами ничего не случилось. А то вдруг бы вас кто-нибудь изнасиловал, убил, съел, закопал. И мы бы тогда были виноваты, что это на нашем участке произошло. А так, собственно, вы живы и здоровы, так скажите спасибо. Что, типа, наша милиция питерская нас бережет. Сначала ловит, потом стережет. Так и было. Ну, в принципе, какое-то время я держала на них обиду, а потом я успокоилась, потому что я читала много новостей, когда девушки одни там машину где-то ловили попутку или просто тусовались на улице. Их потом убили, изнасиловали, расчленили и так далее. Вот. Всякие страшные вещи. Я это смотрю на канале Северо-Запад. Там много всяких страшных историй про то, как девушки возвращались поздно домой или сели не в ту машину, не в ту попутку. Их там увезли совсем не туда. И, короче говоря, им пришел пипец. О, парень босиком хуячит прям по дорожке. Вот. Я обожаю Питер. Вот. В общем, а нас, так как нас заберегла полиция, с нами ничего плохого не случилось. Мы живы-здоровы, приехали потом домой. Господу спасибо и на этом. Вот. Мне очень понравился Выборг. И я вот сейчас посмотрю, я понимаю, что я обожаю Питер. Просто мне домой ехать не хочется. Но мне надо на работу. И я же юзаю кредитку. А мне еще, так как я купила, короче говоря, телефон новый еще к тому же, у меня уже минус 120 тысяч по кредитке. Вот такие вот новые трамвайчики подкрыли. Вот. Мне по-любому надо как-то отработать и отдать. Ну, 120 тысяч это, ну, немного меньше, чем 3 моих зарплаты. То есть, как минимум, мне надо еще отработать июль, август и сентябрь полюбас. Вот. Я даже, мне очень понравился нож сегодня на ярмарке, но я не смогла его себе купить. У меня сломался кухонный нож. Вернее, у меня сломалась рукоятка от кухонного ножа, а лезвия остались. Вот. Потому что он стоил 10 тысяч, но это был качественный нож, ручной работы. Вот. Китайские ножи, их бесполезно покупать. Это ебучая фольга. Их точи, не точи, они все равно в итоге ломаются. Вот. Нужен нормальный нож из нормальной стали, а он стоит десятку. Я, короче, не смогла себе купить, просто я понимаю, что я не могу с этим позволить. Вот. Я и так уже вышла за грани бюджета. Вот. А сейчас я еще и поеду в Стрельню. Потому что в Стрельню я нашла свою гостиницу суперэконом. То есть, ну, к такому экстриму, как бы, мжевания в подвале я больше не готова. Ну, и как бы снимать комнаты посуточные, капсульные отели. А, как бы, капсульный отель тоже стоит дорого в Питере. Я посмотрела, в Стрельне есть гостиница суперэконом, где стоит она две тысячи в сутки. Вот. И я думаю, что, в принципе, мне это подойдет, такой вариант. Причем там номер на двоих. То есть, если вдвоем снимать, это вообще фактически по тысяче с человека. Но это прям дешево. Вот. И вдвоем там две кровати маленьких. Вот. Но я уже устала. Я надеюсь, что я туда запушу. Все никак не могу посмотреть. Сейчас сезон белых ночей. Белые ночи не могу посмотреть, потому что я приезжаю настолько уставшая от гуляний. Целый день я гуляю. Я прям не могу насмотреться, не могу насладиться. И Выборг мне очень понравился. Там вот эта гранитная порода выходит на поверхность в виде скал. И они такие красивые. Где-то они поросшие мхом. Где-то желтыми цветочками. Где-то на них березы растут такие эффектные. Где-то сосенки, елочки. В общем, это все так красиво. Это так эффектно. Это так не похоже на Москву, где каждый кусок земли застраивается человейником. Вот. Похер как. Главное построить и деньги взять на этапе строительства с людей. Вот. И я просто еще пока что тут меньше гораздо приезжих. гораздо тише, спокойнее. Короче говоря, я просто наслаждаюсь отдыхом. Вот. Такие вот дела. С вами была Марина Морок. Сейчас допью и пойду на вокзал. Мне надо доехать до Балтийского вокзала. Оттуда дострельно. В общем, вот такое у меня путешествие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...